Сегодня депутаты Государственного Совета Чувашии утвердили исполнение бюджета за 2016 год. Несмотря на то, что говорили о финансовом документе, уже ушедшем в прошлое, дебаты были жаркими. Критики от оппозиции нашли в исполненном бюджете недоработки. В свою очередь, министры предложили отдельным депутатам активнее включаться в работу над экономическим потенциалом, а не вести словесные перепалки. Кроме того, парламентарии сегодня утвердили бюджет территориального фонда медицинского страхования, внесли изменения в закон о капитальном ремонте, а также согласовали кандидатуру уполномоченного по правам человека в Чувашии. В 2016 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 41 миллиард рублей. Из них более 25 миллиардов собственные доходы. В основном это налоговые поступления. По сравнению с 2015 годом их стало больше на 17%. Значительная часть в доходах составляют налоги на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество. Расходы республиканского бюджета в 2016 году составили 39,5 миллиардов. Наибольшие статьи трат – социальная политика, образование и здравоохранение. Работа по формированию и исполнению бюджета в 2016 году была направлена на безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств. При этом была обеспечена сбалансированность бюджета, снижена зависимость бюджета от кризисных явлений, продолжена работа по снижению долговой нагрузки. Предпринятые в 2015-2016 годах меры повысили устойчивость экономики республики. В 2016 году индекс промышленного производства составил 107%. Это выше, чем в целом по России. Также в целом неплохие показатели в аграрном секторе. В прошлом году продолжилось строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Всего за три года в Чувашии построено 125 ФАПов. Эта работа будет продолжена в 2017. По данным министра финансов, в развитии реального сектора экономики были направлены почти 8 миллиардов рублей. В 2016 году увеличилось поступление акцизов, но снизились средства от налога на имущество. В основном это произошло из-за сложной ситуации в концерне тракторные заводы. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» упрекнули органы власти в бездействии. Владимир Аврелькин напомнил, что такая оппозиция – это популизм. Вы не принимали участие в сложных, в двухгодичных программе вынесения предприятий на сегодняшний уровень. Уровень это вместе с надзорными органами, между прочим, это проводилось. Но вас так же там не было. Причем вы говорите о том, что сегодня мы обстрагируемся, остраняемся, вернее, от деятельности предприятий, как органы власти. Но это, мне кажется, очень неправильно высказано, потому что вы сами видели, являясь видимым, что и глава республики, и кабинет министров поднимали эти вопросы и встречались и с председателем правительства Российской Федерации по данной теме, с министрами федерального органа власти, встречались с теми, кому сегодня должны были, и с ресурснабжающими организациями, и с председателем правления ВЭБа. Эти все вопросы решал глава республики вместе с кабинетом министров. Вас там не было. Вы критикуете. Сегодня задолженности по зарплате предприятий концерна, которые находятся на территории Чувашьей республики, нет. Выбора не 683 миллиона, а 1,4 миллиарда рублей уже сегодня под конкретные проекты, которые сегодня реализует концерн. После обсуждения проекта закона об исполнении бюджета за прошлый год парламентарии его поддержали и приняли в двух чтениях. Министр имущественных и земельных отношений Наталья Тимофеева рассказала, как в прошлом году шла приватизация госимущества. В 2016-м приватизированы 12 объектов госсобственности. В республиканский бюджет, кстати, поступил 331 миллион рублей. Также депутаты сегодня согласовали кандидатуру полномоченного по правам человека в Чувашии. Еще одно согласование Владимир Ежеев должен пройти в аппарате российского омбудсмена. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.